В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Кировский районный суд Уфы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего председателя жилищно-строительного кооператива «Дуслыкстрой» и директора подрядной организации «Энерготехсервис». Оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Осужденные вины не признают и намерены обжаловать приговор. То же самое планирует сделать и сторона обвинения в связи с мягкостью наказания, сообщили в прокуратуре Башкортостана. Напомню, по версии следствия, руководители ЖСК и строительные компании похитили у 99 пайщиков кооператива свыше 300 миллионов рублей под предлогом строительства многоквартирного дома на улице Кирова, 43, дробь 2 в Уфе. Стройка началась в 2009 году, а в 2011 работы прекратились. Пайщики неоднократно устраивали акции протеста и сейчас продолжают отстаивать свои права в суде. Уголовное дело в отношении еще одного руководителя «Дуслыкстрой» рассматривается отдельно. Между тем, проблемами обманутых дольщиков в Башкортостане займется специально созданная организация «Региональный оператор по содействию строительству объектов». Подведомственное Госкомитету Республики по строительству и архитектуре структура появилась на базе Государственного проектного института «Башкирский промстройпроект» и уже начала работать. По словам руководителя регионального оператора Дамира Минибаева, который в свое время возглавлял и был инициатором создания Фонда развития жилищного строительства Республики, главная задача – помочь дольщикам и застройщикам выработать механизм достройки объектов. У каждого объекта своя сложная ситуация. Нужно в ней детально разобраться, понять причины затруднений, вызванных в ходе строительства. И чтобы правильно принять пути решения завершения строительства, нужно выработать пути юридические, финансовые и, скажем, прочие какие-то механизмы, которые позволят в подчащей сроке завершить строительство проблемных домов. По данным Госкомстроя Республики, сейчас в Башкортостане в официальном реестре 33 проблемных объекта и порядка полутора тысяч пострадавших. Однако потенциально их число превышает 5,5 тысяч человек. «Единого решения по объектам нет. Даже если мы говорим о смене застройщика, либо мы говорим об инвесторе в рамках банкротства, в каждом объекте эта ситуация развивается всегда по-разному. По-разному и по срокам, по-разному и по тому имуществу, либо денежных средствам, которые вовлекаются в оборот для завершения объекта. Поэтому говорит о том, что рекоператор создать единое решение невозможно». Какие объекты региональный оператор планирует достроить в этом году, станет известно в начале апреля. План работы опубликуют на сайте Минстроя России, сообщили в Госкомстроя Республики. Полностью решить вопрос о завершении строительства проблемных объектов в Башкортостане рассчитывают в течение двух-трех лет. Главное – не допустить появления новых долгостроев. Уфа вошла в десятку регионов лидеров по продажам новых автомобилей за два первых месяца текущего года. Столица Республики заняла в рейтинге, который составило агентство «Автостад» шестое место. На первом месте рейтинга, в который не вошли Москва и Санкт-Петербург, находится Казань, где с начала года было куплено 3000 новых легковых автомобилей. На втором месте Екатеринбург. 2840 машин замыкает тройку Самара, в которой за отчетный период было реализовано 2360 машин. Замыкает топ-10 «Воронеж» с объемом продаж в 1600 новых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства «Автостад», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января-февраля 2018 года приблизился к отметке в 200 тысяч машин. Это почти на 22% выше результата годичной давности. При этом Башкортостан занимает шестое место по количеству проданных авто. Продажи в регионе с начала года выросли на 27,5%. Управление автомобильных дорог при Урале намерено по итогам двух электронных аукционов отобрать подрядчиков на содержание участков федеральных трасс М5 и М7. Совокупная начальная стоимость контрактов превышает 1 миллиард рублей, сообщает издание «Коммерсант». Работы будут оплачены из федерального бюджета. Аукцион назначен на 16 апреля. Работы должны быть завершены до конца августа текущего года. Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить тонкие слои покрытия на восьми участках дороги М5 общей протяженностью более 60 километров и на двух участках дороги М7 протяженностью более 30 километров. Как сообщалось ранее, на начало апреля назначено еще три аукциона по отбору подрядчиков по ремонту и содержанию трех участков трассы Уфа-Аренбург на 860 миллионов рублей. И на этом у нас все. Главные новости ищите на нашем сайте. Всего хорошего.